Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 7 февраля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Похоже, что ралли евро-доллара выдохлась на фоне все более осложняющихся переговоров по списанию долгов Греции, где в ближайшее время так и не предвидится согласие между сторонами. Кроме того, расчеты инвесторов на длительный период низких ставок по доллару были опровергнуты сильными показателями пятничного отчета по занятости, что привело к резкому усилению американской валюты. Вчерашняя динамика евро в связи с этим показала, что интерес инвесторов, покупки высокодоходных валют явно угасает, а давление на евро-доллар заметно усиливается. Торги в понедельник открылись нисходящим гэпом и последующим обвальным падением валюты. Курс пары, пройдя на снижение почти 140 пунктов, достиг минимума в прошлой неделе и зафиксировал падение к ценовому уровню 1.3028. Полученное позднее сообщение о том, что Греция приняла требование ЕС сократить 15 тысяч рабочих мест для повышения производительности вызвало новый спрос на единую валюту. Курс пары начал стремительно восстанавливаться и на американской сессии достиг азиатских максимумов. Тем не менее, настрой рынка в отношении евро по-прежнему негативен. Новое сообщение о том, что премьер-министр Греции Люкас Пападемос обратился к Министерству финансов с просьбой подготовить доклад о вариантах действий на случай дефолта в стране, вновь усилило опасения инвесторов и спровоцировало очередное снижение валюты, курс которой в итоге закрылся на отметке 1.3129. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем новый разворот пары на снижение к целевым уровням 1.3099, 1.3055, 1.3027 и 1.2971. Если евро не сумеет преодолеть уровень дневного разворота 1.3099, и закрепиться под ним возможен откат пары к уровню 1.3192, а далее возобновление снижения к вышеназванным уровням. Резкое усиление доллара на вчерашних торгах спровоцировало падение британской валюты, курс которой установил на снижении минимальный дневной уровень на отметке 1.5729. Здесь пара нашла поддержку покупателей и на волне повышенного спроса сумела восстановить дневные потери, зафиксировав максимальный подъем на уровне 1.5839. Драйверами подъема для британского фунта на этот раз стали резкий рост цен в сфере недвижимости и активное восстановление единой европейской валюты, увлекшее за собой и британский фунт. В нашем прогнозе на вторник предполагаем первоначальное боковое движение валюты в диапазоне 1.5834-1.58, а далее разворот и снижение курса британской валюты к целевым уровням 1.5773-1.5750-1.5708 и ниже. Цены на золото падали на ранних торгах в понедельник на фоне выросших опасений, что предпонимаемые Грецией шаги по предотвращению финансового коллапса могут не увенчаться успехом, в результате чего под угрозой окажется вся европейская экономика. В связи с этим стоимость фьючерсов на золото продолжает дешеветь вместе с приближением крайнего срока для согласования с частными кредиторами условий реструктуризации долгов и выделения Греции очередного транша финансовой помощи. На ранних европейских торгах в понедельник цены на золото откатились от азиатского максимума 1738.04 к минимальному уровню 1711.19 за тройскую унцию. Однако рост фондовых индексов на американской сессии восстановления высокодоходных валют остановили падение металла и развернули его на коррекцию. Аналогичную динамику можно было наблюдать и по серебру, курс которого зафиксировал максимальный и минимальный уровни на отметках 33 доллара 78 центов и 32 доллара 98 центов за тройские унции соответственно. А на американской сессии полностью восстановил котировки, вернувшись к уровням дневных максимумов. В экономической статистике вторника Резервный банк Австралии опубликует решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменений здесь не ожидается, ставка скорее всего будет сохранена на прежнем уровне 4,25%. Германия представит декабрьскую динамику объемов промышленного производства, а Канада отчитается по объему выданных разрешений на строительство. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Субтитры создавал DimaTorzok